Добрый день, дамы и господа. Мы начинаем первую из двух лекций, посвященных Атлантическим революциям. В этой лекции, как я уже сказал, первой из двух, мы поговорим о том, что такое Атлантическая революция, что называется этим словом, и затем рассмотрим две первых из четырех революций, отобранных для рассмотрения, а именно Нидерландскую и Английскую. Итак, о том, что, собственно, такое Атлантические революции. Термин был введен, как вы видите на слайде, двумя соавторами, двумя знаменитыми историками нового времени, американцем Робертом Розуэлом Палмером и французом Жаком Годешо. У каждого из них хватает работ, написанных самостоятельно, но в данном случае речь идет об их статье 1955 года, совместно написанной в соавторстве, называвшейся «Le Problem de l'Atlantique dans XVIII-XVII siècle» или «Проблема Атлантики в XVIII-XX веках». Собственно, здесь стоит обратить внимание только еще на одну вещь – на личности авторов. Точнее, на их, если угодно, этнополитическую идентификацию. Роберт Палмер – американец, Жак Годешо, француз. Уже поэтому понятно, что основной фокус их внимания, когда они выделяют Атлантические революции как нечто самостоятельное, самоценное, как некое явление, которое можно изучать само по себе, они в качестве двух основных Атлантических революций, таких модельных, ставят американскую и великую французскую. И, отталкиваясь от этих двух революций, уже выстраивают разговор про остальные Атлантические революции, которые проходили после французской в Атлантическом регионе. То есть, здесь давайте закрепим первый пункт, что в оригинальной трактовке Палмера и Годешо Атлантические революции начинаются, это демократические революции конца XVIII века и идущие весь XIX век в Атлантическом регионе, куда попадает, как вы понимаете, часть Европы и вся Америка. Соответственно говоря, более поздние исследователи уже ближе к 90-м годам XX столетия подхватили этот термин. То есть, само по себе понятие, сам концепт Атлантических революций оказывается очень успешным. Он переживает своих авторов, он активно используется сейчас. И в ряде работ его несколько сдвигают во времени, расширяют границы, добавляя как первую Атлантическую революцию английскую революцию с 40-х-60-х годов XVII века, о которой мы чуть позже будем говорить подробнее. И преддверием к этим революциям, именно преддверием, то есть событием, не включаемым в эту цепочку, но уже обладающим рядом признаков, роднящих его с Атлантическими революциями. Можно счесть так называемую Нидерландскую революцию. Здесь обратите внимание на приведенные даты. Нидерландскую революцию, которую иногда вполне справедливо называют 80-летней войной. Собственно, если мы начнем говорить об общем и особенном в понятии Атлантических революций, то мы увидим, что два из названных конфликтов, это Нидерланды и Америка, это в большей степени война за независимость. Мы будем говорить сейчас о Нидерландской революции, которая начинается восстанием против Испании, против митрополии. И через неделю мы будем говорить про американскую революцию, которая тоже начинается как восстание колоний против митрополии. Причем изначально восстание не подразумевало ни в том, ни в другом случае отделение от митрополии, становление политической автономии или обретение суверенитета. Нет, изначально речь шла о борьбе за те или иные права. То есть первый акт здесь вообще восстание, затем он перерастает в войну за независимость. И лишь последствия этого восстания, последствия этой войны можно в полной степени называть революцией, то есть комплексом вот тех самых коренных социально-политических, культурных, экономических перемен, результатом которых стало появление на карте нового политического субъекта. Английская революция тоже ведь начинается, обратите внимание, как борьба парламента, то есть английского общества, против личной тирании королей из династии Стюартов. На тот момент правил Карл I. То есть речь не идет о коренном переустройстве. И больше того, когда к власти приходит Оливер Кромбель, мы об этом поговорим еще подробнее, и вроде бы как объявляют Индепендентскую Республику, но здесь важно обратить внимание на то, какое слово используют в оригинале, commonwealth, содружество. Дело в том, что, немножко отвлекаясь в сторону, этим словом, английским commonwealth или латинским республика, или любым из его дериватов в новых языках, в 17 веке называют не то, что мы подразумеваем под словом республика, не форму правления, если хотите, да, а скорее, как бы сказать, понятием республика обозначается наилучшее государственное устройство. Каким бы оно ни было, оно вполне может быть по этому монархическим, никто не мешает. И вроде бы, да, лишь французскую революцию, мы можем назвать революцией в точном смысле этого слова, она начинается как революция, она начинается с целью политического переустройства, вот, и, собственно, продолжается, уже и развивается по таким канонам, ставшим после Великой Французской революции буквально классическими. То есть французы явили миру вот образец революции, знаете, как она должна быть. В этом плане не зря, кстати, большевики в 1917 году, когда проводят революцию у нас, в России, они отстраивают себя, как бы списывают, копируют во многом себя с французской революцией. На уровне лексики, на уровне риторики, то есть идет очень сильная, как бы сказать, декларируемая больше того, преемство русских революционеров своим французским старшим братьям. Но вернемся к Атлантической революции. Если мы посмотрим немножко внимательнее, то мы увидим, что парадоксально, но факт, перед французской была ведь еще одна революция, которая началась, как война за независимость, я говорю про американскую, но продолжилась она именно устройством нового политического сообщества. Они строили буквально с нуля об ОВА, мы об этом повторюсь, поговорим подробнее через неделю. Но что же все-таки можно выделить общего для Атлантических революций? Во-первых, это, конечно, явление большой длительности. И в краткосрочной перспективе обратите внимание, если взять самую короткую из них, французскую, и то самую короткую, это если мы ее ограничиваем датами 1789-1794. То есть, если мы утверждаем, что революция кончилась на казнь Робеспьера и свержение Якобинской диктатуры. Но логичнее это продолжать ее как минимум еще на 5 лет до становления консульского режима. Уж как минимум, да, то есть, мы видим, что 5 лет легко превращается в 10, а если включить сюда режим Наполеона Бонапарта, который был генетически порожден этой революцией, то мы получим гораздо более длительный период. Вот. Но даже если 5, да, английская и американская революции заняли каждое примерно по 9 лет, это опять-таки если мы английскую революцию ограничим казнью Карла Первого. И уже будем говорить, что режим Кромвеля после этого это не революция. Если же мы раздвинем рамки до реставрации Стюартов, до возвращения на престол Карла Второго, то мы увидим, что она занимает все 20 лет. Ну и Нидерландская конечно стоит вне всяких сравнений. 80 лет борьбы за независимость сравнивать в этом плане ни с чем. Они дрались отчаянно и очень долго. Вот. Но в долгосрочной перспективе это все равно событие большой длительности. Что я имею ввиду. Последующее вот в каждой из названных стран хоть в Нидерландах, хоть в стало быть в Великобритании, хоть в Соединенных Штатах Америки, хоть во Франции последствия революции, ее влияние на структурные перемены в обществе, в политике, в экономике, в культуре растягивались на десятилетия, а то как бы и не на столетия. И во многом к образу американской революции американская политическая риторика отсылает до сих пор. То же самое во Франции, хотя сильно измененной формы все-таки Франция пережила много революций потом. Но тем не менее это явление очень большой длительности, их нельзя ограничивать строгими хронологическими рамками. Вот она началась, вот там, не знаю, отрубили голову или объявили республику или еще что-нибудь и все, революция кончилась. Нет, она реально продолжается, конечно. Продолжается очень-очень долго. Вот. Ну и наконец, смотрите, во всех странах, во всех названных странах ведущую роль играли представители третьего сословия. Горожане прежде всего. Разумеется, мы можем вспомнить, что и во Франции в состав революционеров входили люди и аристократического происхождения тоже, и в Нидерландах, и в Англии, в одном случае испанскому королю, в другом английскому противостояли самые разные люди, в том числе высшее знать. Но основным двигателем, вот, знаете, теми, кого нельзя было подкупить, теми, с кем нельзя было договориться, теми, кто вел эту революцию до конца, до логического конца. Были именно представители третьего сословия, то есть, горожан, прежде всего. Здесь стоит вспомнить, что горожане, вот так вот, собирательное множественное число, по-французски будет буржуазий. Так что, буржуазия вевается революцией. Во-вторых, во всех случаях мы будем отмечать сильную религиозную составляющую революционного процесса. Пока просто постулирую, оставлю без примеров, потом разберемся. Ну и, наконец, практически всегда это заканчивается принятием конституционных документов или изменением политической формы. Изменением политической формы, иногда и просто появлением, повторюсь, нового субъекта, политического субъекта на карте мира, то есть переделом карты. На этом мы останавливаемся и переходим к разговору про Нидерландскую революцию. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok